Привет, ребята! С вами Олег Кашевой, Руслан. Сегодня новое видео на лайк-канале. Выехали в лес, чтобы поискать смарт-чочков, поискать монеточек. Проверить, проверить поляну. У нас появились комары, поляну проверить, трусик какую-то. Ну, сейчас другое видео будем снимать. Но сегодняшнее видео посвящено на лоне природы. Мы открываем посылочку, которую прислали нам с магазина Гербест. Купил я в магазине Гербест две штучки. И продавец сделал скидочку мне и попросил за это сделать обзорчик небольшой. Сделаем? Сделаем. Ну, сейчас вам покажем тогда, что было приобретено. Чего? Давай, подержи. Давай. И мы ее сейчас вскроем. Сносочки, как всегда, ребята, в описании будут. Руслан спрашивает, для чего сноски? Ну, чтобы ребята в личку не писали, потом доставай. Первое. Так, ну-ка, показывай. А что это? Ага, сейчас узнаешь. Раз, тут пустенько. Лазер, дистанционный мастер. И вот вторая коробочка, такая более незрачная. С какой начнем? С маленькой. Ну, давай, открывай. Здесь понятно, что ничего нужно. Так. О, пачки. Офига себе. Я знаю, что это. Нужная. А я знаю, что это. Вот маленькая инструкция, ничего сложного. Ну, ал. Это, это дальномер. Нет. Температура. Это не дальномер. Ага. Смотри только, какая... Чего тут, подожди. Заклеено было так. Не, просто налипла. Лишка. А смотри, дружка, хоп. Ну. С по трех пластиковый. Хороший, удобный. Такой, как бы бархатистый на ощупь. Товарищ, покрытие. Сейчас мы будем мерить температуру твоей машины. Давай, вот здесь. А, тут с батарейкой даже, смотри уже. Крона. Ну-ка, только ее надо это. Открыть. Слушай, а я купил батарейку. Ну ладно. А темпоинтер пойдет. А смотри, тут фаренгейн, смотрите, ребята, включаются. И градусы, цельсий. Можно переключить. Градусы ставь сразу. Сразу градусы. По фаренгейту мы не шарим. Так. Давай. Так, вот. Закрывай. Все, все, она так. Думаешь, нет, не так. А как? Она плохо прижалась. Надо вот так вытащить. А, понял. Руся, расскажи, чем ты сейчас занимаешься-то? Медицинской техникой. Ремонтом медицинской техники. Сказал я, Олег, я уже сказал на стриме, что ты меня устроишь к себе. Еще. Он тропу прощупает. Вот такой пистолетик. О, заработал, смотри. Подожди. Сюда, ну иди. 18 градусов. Берем щель. О, будем мы этот. Если построить, всегда дом проверять. Снаружи изнутри, где пропускаем. Температуру, да? Да. 45 градусов. Ну-ка, лоб давай. Давай. Так, а что-то лоб не меряет. Так ее. Я же тебе не просто. А меня даже кобары не кусают. Подсветка есть. Потом, не знаю чего. Больше, меньше. В общем, вот такая хорошая штуковина. Будем мерить, Русь. Все. А, я знаю, что это. Ну, давай, открывай. Это вообще обалденная штука. Ого. Это, ребят. Он еще под штатив. Что тут у нас в комплекте? Чехольчик. Мануал. Дрова. Дрова даже есть. Вот этот. Провод и веревочка. Не, кусают. Ну, расскажи, что это. Смотри, прям на ремень мешают. Ну, да, уровень. Нет, не уровень. Нет. Не уровень. Хе-хе-хе-хе. Что это? Что же это может быть? Дальномер, что ли? Да. Это дальномер. Рулетка. О, и тут батарейки есть. Слушай, ну, вообще. Вот тебе и магазин Gearbest. Да. Вот дальномер, видишь, на самом деле, нужный. Ну, слушай, он сложный предмет, вот этот дальномер. Держи, это так просто не разберешься. Но, если надо, потом, ребят, более подробный обзорчик сделаем. На участке у меня померяем лазером. Вот он меряет, да? Он меряет это, ну, как его называют? Диагонали. Это потом он форму вычисляет и делает квадратную. А, то есть, значит, я померил диагональ, потолок вертикаль. Это, это, и он у меня сразу квадратный. Да, да, да. А так я и сам в уме посчитаю. Там 10 на 10 100. Ну, да. Ладно, это для замороченных. Там 2,7 длина, 4,3 ширина, сколько квадратных. Как-то скажут, ребята, мусорим в лесу с тобой. Давай, давай, это. У меня тут огород, сморчки растут. Приехали на мой огород. Сейчас, ребят, мы сморчков пойдем пособирать. А если мой огород еще поселуха окажется, будет? У него уже на огороде свистки ковыряют, серебро. Не, за погребом история, да. Друг взял 705-ку, терочку 705-ю. По моей, конечно, рекомендации. Вот. Взял и пошел испытывать. Так сказать, учить. Да вот у него сарай вниз спустился около моего погреба. Вот. Помнишь, ты рассказывал, у нас никто не знает, почему называется кабак? Ну, ну. Кабак, кабак. Я у кого не спрашиваю, строжил. Почему кабак? Не знаю, я приехал здесь, жили всю жизнь кабак. Ну, ладно. И вот пошел там с горки в горку, и ручей такой текет. Серебруху, медь павловская, потом свисток артиллерийский. Понимаешь? Вот как у тебя в этом лежит. Ну-ка, ребят, давайте вблизи покажем вам. Еще показывают фотки такие, нифига себе. Смотри, тут под USB, но это компьютер подключается. Не к USB. Не знаю, до чего. Наверное, скидывают какие-то данные какие-то отсюда. Не знаю, надо читать. В общем, это сложный аппарат. Я говорю, он вычисления делает. Видишь, он квадрат меряет. А что в нем сложного-то? Квадрат. Потом, вот, по теореме Пифагора что-то меряет. Запоминает. Высотомер, в общем. Ладно, надо разбираться, потом то, что он говорит. Смотри, лазер. Ну, лазерная рулетка. Точный пример. Может, сегодня заедем ко мне. Или не сегодня. Прямо на участке. От забора до забора. А давай обратно вкрути. Сейчас поедем, померим. Ну, сейчас, давай, включим ее. Подожди. Да мы включим, Олег. А сейчас от чего он будет отталкиваться? Работа-то или не работает? А то, как мне, ребят, часы прислали. Ох ты, смотри. А они и не рабочие. Так. Ну, что? Его калибровать не надо? Да, вроде нет. Ну, ладно, там, а сейчас от чего он тебе будет? Ну, до березы давай. Ну, или отойди, давай, я на тебя направляю. Ладно, я пошел. Тогда посчитай метров пять примерно. Да не, 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 это выключай. Лучше точно уже обзор сделаем нормально. Порубай. Сейчас. Ну, не... О, давай мы отойдем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще бы выехать. Еще бы выехать. Слонами пахнет. Ошибка. Что? Нажимаем. Держим. Его надо зафиксировать, чтобы он не шевелился. Ну, давай. Так. Пусть все дергается там. Ну, конечно, я ж иду на поселок. Фу. Фу, как воняет здесь кабанами. Ладно, участок с вами померим. Короче, эта штучка 50 метров, дальность ее. Я не знаю, что тут. Насколько это реально, но смотря обзоры. А, она еще вот так высоту может мерить. Русь, смотри. Вот эта штучка, она втыкается в землю и получается, она мерит. А мне кажется, это уголок упорный. Вот это? Да. А, то есть вот так, да? Да, к нему и от этого уже отталкиваться. Ну-ка. Не, не, нет. Угол. А, угол. От угла до угла. Все, понял. Ты же к углу его не прижмешь, а для этого это и сделано. Угли мерить. Очень такая приятная штучка, похожа на смартфон. И полезная достаточно в хозяйстве. Да, Русь? Конечно. Без нее никак. Ей не живется никак. Сейчас Руся стройку начнет. У меня уже стройка идет. Может, не начнет. Да ладно. Вот такие вещи, сноски будут в описании, ребят. Прибор Руси в описании нет. Забыл у меня пока сила. О, 24 градуса. Руся. Да, конечно, горю уже, е-мое. Все, сноски в описании. Пойдешь, ключи здесь оставим тогда. И мы, наверное, еще заедем на участок, да? Да, да, да. Все, пока, пока. Тут как бы перекресток дорог, вон там. А на перекрестках дорог всегда что-то было. Так здесь, может быть, и деревняка была, слишком такая интересная поляна в лесу. Кто его знает? Господский дом тут слева. Да, что-то здесь, но по звуку совет. Все в болотах, я помню, ходил здесь. Да, вокруг вот этой поляны болото. Тонюсенький сигнал у Руси. Делаем ставки, господа, хорошие, что у нас? Ой, мамочки, род, до меня шешет сел. Ой, он подумал, что я... Давай, рыбоножка снимай. У меня, ребят, сегодня в подагра разыгрался. О, напухла нога. Ай, тихо ты. Издеватель. Я таблетками описываю. Симулянта. Не чувствую. Закосячил лоткопу, блин. Обезболившись. Да это ты закосячил лоткопу. Я всю неделю копал, работал. Я пошел, как Папа Карло. Да, да. Слушай, а где монета-то? Глубже. Глубже. Не, 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 может быть. Может быть. Нет. Позвини еще. Чешей китайский. Взять. Позвини тут. Сейчас, Олег. На, ну, вон выявлялось. Чего ты не выявлялся? Ты не докопал. Какие сигналы в глубине? Ой, я с храной докопал. Или вот тут к краешку. Сейчас. Чуть-чуть ковыряю лопатку. Сейчас рубль надковыряю. Да. Ой, хрустнул. Складень хрустнул. А, вот она. Все, подожди. Смотровое окно с подводной лодки. А что это такое? Да смотри, эти масла. Страктор или... Ну да, какой-то... Эллиминатор с подводной лодки капитана Немо. На, возьми в коллекцию. Ты в рамочку ее сделаешь? Да. Азвианела-то. Багетик. Азвианела. Наши советы будут сейчас, стоп-вдох. Вон, у меня жена уже набрала сморщиковый мешочек. Пакетик. Пусть очередной глазок нащупал. Надо было мне дальномер и температуру брать, мерить. Ох, тут глазища целая. Повышение температуры твоей. Когда рубль доставать будем. О, сила. Мы как новички сегодня. Трубки классные. Пробки. Я тут главный персонаж. Говорит, спереди снимай, а я как снимаю. А если относительно меня, то всегда спереди. Умничать, е-мое. Сейчас как достану рубль. Как запотеют у тебя очки. И придется пилить. Как скажет старый следопыт. Мы не договаривались. Ты же целый не хотел. Как я так ковырялся, помню. Крест выковырял в траве. Сверху. Думаю, мусор. Да нет, это стопудов не. О, пачки. Золото. Оставляем деду хабу. Аруся там рубль копает. А у нас сморчочки потихонечку собираются. Нормально. Они уже отходят. Рубль. Ага. Руся сказал, Руся сделал. А кто-то смеялся надо мной. Сморчочки. 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 Сморчочка унима. Руся испортил. Когда чуйка есть, она... Подожди, стой. Тихо прибор не раздавил. Сломал я его. Я прям слышал хруст. Надо искать. Кого ты сломал? В эмалях. Фу. Красава. Вот тут вот. Вот прям кучка была. Эмали, Эмали, Руся. Надо водички помыть, красиво все будет. Ну-ка, развякни еще раз. Сейчас, подожди. Вода нет, лужи. Я сейчас лужу поможу. А что, вот, солнце. Ты что не знаешь мою супер отжимляющую воду? Из лужа средств. Сейчас. А ты по кругу походи. Это есть, глубоко мне не хватает. Думало бы сюда. Рождество, что ли? Ты здесь. Так, вот, подожди, я покажу. Тоненький сигнал. А вот тут складень мы нашли. Створка складня. Может повезет, целый найдем. Вот, часть, опять от него. Или нет, поясок. Нет, поясок. Зараза. Озвенел так. Да. Ну, закапкаем. Проверь еще раз. Да нет, поясок. И вон там, проверь, где я копал. Что-то пробивается тоже. Дай я еще глубже копну. С металлом, да? Тут глубже, да, копай. Ямки, видите, закапываем все. Кто их не закапывает? Да ладно, припосно старое деление. Стоком этих ямок. Слинморыл. Давай. Я не знаю, или лень. Раскопать не лень. Закопать будет добр. Металл, наверное, все-таки, вот. Вот это вот. Комары еще. Давай, давай. Зажали. Хромых заставляют бегать тут. Давай, Симур. Понимаешь ли. Руся. Ну, он съеденный, походу. Вот так вот и полянка. Женский крестик. Огороды, может, были. Не знаю, чего тут. Да ничего, тут в лесу поляна. Сто пудов поселуха была какая-то. Не поселуха, а дом. Дом, наверное, да. Ну, место идеальное для дома. Рядом поместье. Ну, сажали это сто процентов. Потому что такие вещи обычно на полях теряют. Кресты, складни. Монет нет, видишь? Вот так. Да монет, подожди, дай хоть. Сейчас посмотрим. А вот не дам. Не знаю, что это. Смотри, в лесу эти воронки. Ну, ямы, чтобы были. Может, и малая яма будет. А тут земля уже другая. А тут земля уже другая. Ну, там внизу, ребят, черная земля. А тут сигналы монетные. По звуку монетные, да? Давай посмотрим. Не по звуку, по всем признакам. ВДИ, звучание. Такие монетные. Димон тоже сломался пинпоинтер. Видел, да? А я не смотрел. Мне некогда. Такую кожу, что ли? Или мусор? Вот что-то у меня. Ой, подождите, смотрите. О-о-о-о. Семью поймала. И поперли голову. О-о-о. Это круглое. Алюминиевое колечко, ребят, золотое. Ну, старое. Слушай, в луке есть такая старая шайба какая-то. Поэтому и звучало, как монета то, что... Ну, да. Хочешь анекдоты покажу? Не надо анекдоты. Потом, да, били. Смотрите, анекдоты какие, видите? Ползают. Давай, покажи, ВДИ. Просили показать. Мы же сто раз показывали. Хватит уже. И звук. Все. Что-то круглое по таблице. Посмотрим. Ну, это поясок еще, может быть. Пояски есть, да, ребят. Только обрадовался, как. Говорю, хорошо, войны нет. Ой, какая земля. И пробка, может быть, тоже. Или то, что мы всегда любим. Ждем. Колямбола, ты, Коля. Олег, не в настроении, болей. Старые седопыты уже прошли, наверное. Не, ну, надо было мне тоже прибор взять, хоть похромал бы. Поскакал. Что-то старенькое, да? Что-то да. Обломочек. Я говорю, где-то дом стоял. Скорее всего, вот. Вот она. Как ты сказала, бузина? Вот, ну, видите, ребят? Может, не она. А может, не она. Может, там фундамент. Ну, кружевник вон. Слушай, а это? Это обломок что-то. Не крыша ли? Да не, медью крышу крыть. Это золото. Ага, я вижу. Теперь 30. У нас теперь золотишко будет. Все. Сколько можно какалы копать? О, руси золотишко. Сейчас как калиту полную, чешуи. А, как историю, статью читал я где-то. Маленькую, эту, кубушечку? Нет. А я вчера видел видео, как прям высыпались. Такой клад самый крупный нашли. Серебра в Новгороде, по-моему. Чешуи. Опа. Все. Видите? Вот вам, ребят, сафарик. Мощнее надо прибор, да? Как золото, четко. Тынь-дынь. Помнишь? Ну, сравнил. Ну, не у всех средств хватает, конечно. Но бывает у людей за раз приборы купалось. А ребята спрашивают. Вот, за 6 тысяч прибор. Вот вам наглядный пример. О чем все сказано. Терминаторы новые появились. Приборы какие-то называются. В России собранные. Называются терминаторы. Ну, типа оки, наверное. Ну, наверное. ДД-катушка. А кому ж ты хорош? Все, выкопал. Нет? Это я вас с шарами прибор. Ну, да. Да, бывает и такое. Вон, кусочки за меня. Нет. Нет, знаешь, тут. Вон еще взякнул. Ну, это что-то какое-то, я не знаю, знаешь. Ну, давай, пинем хоть. Да. Слушай, не чешуя ли это? Если чешуя было бы хорошо. Золотая, да? Это чешуя также звенит, да? Нет. Не понял. Все, ушел сигнал. Как такое может быть? Смейся, смейся. Сейчас горшок покажется. Сейчас горшело покажется. Горшочечелище. Чешуя. Лопата тыркает, конечно, появится. Хоп! И посыпались пятаки золотые. Хрус. Все, выкопал. Кончился. Микрогоршок. Все вообще кончилось. Мучаешь, ребята, Руся, мучаешь. Лошара, говорят. Наверное, смотрят. Полвидео еще. Сигнальчик. О-о-о-о-о-о-о. Как ты себя назвал-то? Можешь раз скажи. Не, вот тут сигнал был светной. Я знаю. А это, наверное, все-таки чермет так и отдавался. Нет. Да. Да, да, да. Мне кажется, я его выкинул, Олег. Ногой сбил. Вон там, вон, монет валяется. Потом найдешь. Укатил. Найдешь, это маяк. Вон в лес покатил. Он был четкий, был сигнал. Сейчас Руся историю скажет нам. Да вспомнилось. Сказ про охотника. Очень интересная история. Не, он охотник такой, нормальный. Когда не пьет. Вот. И, значит, такая история была. Был слет охотников. Ну, все мужики общаются там, туда-сюда, кто куда, что. И он такой из кустов вылезает, полупьяный, мордободранный. Мужики, увидите там лося без ухова. Знаете, это мой. Это я ему ухо отстрелил. Откусил. Отстрелил. Ребята, найдешь монету коцаную, знай, я ее задел. Моя монета. Догуешь ли, пожалуйста? Не могу никуда, никуда. Не болтайте, Вер. Хочу, чтобы птицы были, езжу, кажется. Вечером выйдем, майских надо снимать. А ведь что-то же раньше было здесь. Складень, крест, монет нет. Ну, ж правда дорога просто. Все, тормози, дай мне сесть. Все деревья поломал. Ну, а машину заодно зачищу. Так, бежонки. Пока. Вот такой блиндажик. Вон тут печей. Ровненький квадрат. А может не блиндаж, может маленькое строение было. Типа старушки какой-то. Сейчас знаю. Деревья более старые. Старые больно. Проверно черный металл. Все в металле. Все в металле. Все в металле. Сосны, как выдавило, да? Ели. Воздушная тревога, да, Русь? Вон там. Пока мы Сморчкова. Специально от тебя оставил. Искал Сморчкова. Что-то Сморчкова больше нету. Мы сейчас отошли очень Сморчки. А тут Руся кричит. Говорит, монета. Ребята, монета, говорит. Я монета. Вот она. О, зелененькая. Прям прилившая была. Имперка. А кто? Николай II. Две копейки. Сейчас скажу год. Дать щетку и это. На самом случае. Да, такие монеты не очень важны. Да просто ребятам показать, что просто вот поляна лесная. Часть складня, да, пока нашли. Ну, тут дорога шла старая. И какой-то на развилке домик, что ли, или фундамент я показал. Может, а рожка какая-нибудь была лесника, да? Может быть. Ёршик. О, зато ёршик, видал? О. Какао. Да не, бесполезно. Бесполезно. Хоп. Волшебный кошелечек. Все, сказали. Пока, ребята. В общем, стоски в описании будут. Я не знаю, одно видео сделаю. А что, прикольно будет? Да, короткое видос будет такое. И покопали чуть-чуть. И разведочка. Ноха у меня больная, хромая. Так что... Вот этот. Так что, ребят, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто гостит. Лайв канала. И на основной переходите, тоже подписывайтесь. Руся, что скажешь? Пока. То ли еще будет. Ребят, сейчас испытаем температуру этого ноутбука и этого. Долго нажимаем. И вот появляется, видите, цель. Так, 31, 32 градуса. 32 градуса. 31 градус. А этот сколько? Этот сейчас должен горячим быть, потому что он монтировал только. Хотя, может, уже остыл. Не остыл уже. 30 градусов. Тоже 31. Прикольная штука. Однако. Это оказывается, линейка. Ой, не линейка, а... Вот она может крепиться на штатив. Рулетка, да? Нажимается тоже так. Так, долгим нажатием держится. И смотрите. Появился, видите? Меряется температура. Ой, это расстояние. 0,73. Так, докуда померить еще? Давайте отсюда. Вот до этой стеночки. 1,32. Ну, вообще, прикольная штучка. Не знаю, как она работает. Но замечательно. Еще тут много функций. Все будет в описании. В общем, посмотрите сами. Лазерная рулетка. Можно вот для этого использовать. Давай, давай, иди. Вот для этого и цели. Лина. Вот, смотри. Все, устал. А то бегало тут.